Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, перед нами пятница, почти шаббат. Начнем мы с Йорцета. Йорцет сегодня, ну, самого народного еврейского героя, это Раби Зуша, очень известный, один из самых обожаемых в народе хасидских проповедников. Йорцет сегодня у него второго швата. Он был младшим братом знаменитого также Раби Эмелиха из Иль-Лижинска, и они присоединились вдвоем к ученикам Магида Измежевича. Он не писал книг Раби Зуша, его размышления, комментарии собирали только его ученики, и после собрали в книгу Минарад Захав. Немножко об этом. Магиду Измежевича задали вопрос его ученики. Как человек должен достичь уровня, в котором в Талмуде и Брахот говорится, человек, который должен благословлять Бога за дурное, так же, как он благословляет за хорошее. И Магид ответил им, они могут узнать, если отправятся встретиться с Раби Зушей из-за Ниполя. Они отправились к Раби Зушу, нашли разорванная одежда, поблекшую, а лицо светлое, такое радостное. Задали вопрос, дом разрушен такой, а как ответ на этот вопрос? Он говорит, что вы знаете, я думаю, что вам надо найти человека, который страдает, чтобы получить ответ на свой вопрос. Я за всю жизнь не испытывал никаких переживаний, у меня все полностью порядок. И тогда поняли, что вопросы получили ответ. Они увидели, как человек видит только добро и счастливый находится в самых невероятных, ну, как в нашем понимании, материально тяжелых обстоятельствах. Раби Зуша всю жизнь прожил в нищете, но его привязанность к Богу была настолько источником великой радости, что он вообще не ощущал этой своей нищеты. И что еще про Раби Зушу? Раби Зуша говорил, пока человек одаривает других, не делая между ними различия, не делает различия и Бог, он тоже дает человеку. Но когда человек начинает привередливым быть, все же не поступает так же, он начинает рассматривать его. А вообще, вот, когда задается вопрос, зачем мы вообще слушаем эти рассказы про праведников разных, скажу одну очень интересную тоже Майсу сегодня. Автор книги Деврей из Эхили из Шановой ехал в великий праведник, так ехал в телеге и хотел зажечь курительную трубочку. Пробовали сделать он, ученики, ветер гасит спички одна за другой. Тогда он сказал, однажды зажигали свечи в доме моего учителя Раби Минахина Мендла из Риманова. Окна были открыты из-за жары, и очень сильный ветер, и угрожал погасить свечи. Раби встал и сказал, владыка мира, мне нужно, чтобы свечи горели во славу святого шаббата. И все, говорит, ветер был тих, и все сказано. Завершив этот краткий рассказ, он промолвил, попробуйте снова сейчас зажечь трубку. Зажгли, она не погасла спичка. Он взял дымящую трубку и говорит, не думайте, что произошло чудо. Просто, когда хотите сделать что-то, можно вызвать действие рассказом о праведнике, который делал что-то подобное. Тот-то ответил всем хасинам и праведникам, отвечайте нам. Более того, Раби Бунивис Пшиска говорил, что после того, как упоминают, что Бог ответил Авраму, Ицхаку, Якову, Маше и Арону, и всем праведникам поколений, остается еще такой частный аспект. Тот-то отвечал мне до сих пор, ответит и мне. Теперь, раз вы живы, раз у нас все работает, значит, он отвечал нам. Поэтому скажем мы, до сих пор помогало нам твое милосердие, не оставляй нас навечно. Шаббат перед нами. Шаббат это вообще великое дело, весь мир создан написано для шаббата. Но раз сегодня у нас через майс, и все идет маленькую майсу для шаббата. Вот у евреев всегда принято кушать на шаббат разные блюда, обязательно рыба должна была быть на столе. Рыба это признак, так сказать, хорошего направления. А теперь я расскажу, как это у нас. Написано, что рыба для шаббата это спасение от судов. И что ученики Арика Доша Великого говорили, что он часто говорил за субботним столом фразу, кто ест дак, дак это рыба. Дак в дак спасется от дак. Под этой вот такой идиомой Резаль имел в виду следующее. Дак на еврите рыба. Гематрия слова дак 7, седьмой день недели. Аббревиатура слова дак означает диношердгеном. Решение небесного суда, которое душа крешника отправляется в ад. Итак, смысл этой фразы, которой говорил величайший Резаль. Кто ест рыбу в седьмой день в субботу, будет спасен от мук генома. Ну, видите, оказывается, есть непростые методы. Поэтому хорошего вам аппетита. Шаббат шалом.